Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Программа «Смена парадигм» сегодня в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Николаевича Бакулева. В гостях у руководителя Центра академика Лео Антонович Бакерия. Здравствуйте, Лео Антонович. Здравствуйте. Наша программа посвящена коренным изменениям, происходящим в системах взглядов медицинской науки. Тем изменениям, которые происходят, происходили на глазах у героев нашей программы. Я не буду вас спрашивать, происходили ли изменения в кардиохирургии за последние 30-40 лет, потому что ответ очевиден. Но я попрошу вас очертить пока что в общих чертах, кратко, основные сдвиги, которые происходили, если брать за точку отсчета кардиохирургию, заложенную самим Бакулевым, например. Да. Ну вот я бы начал с того, что относительно недавно я выступал в Академии с таким докладом. «Инновационное влияние сердечно-сосудистой хирургии на развитие клинической медицины». И сошлюсь на такой пример. В 1953 году была сделана первая операция с искусственным кровообращением девочки 12 лет, и она прошла успешно. А затем профессор Гиббон, который делал эту операцию, у него следующие 5 больных умерли, и он вообще прекратил свою хирургическую деятельность навсегда. Как только он сделал первую операцию, еще другие были подготовлены к этому, было сделано еще 11 операций, и все 11 детей умерли. И несмотря на это, очередь выросла в тысячи раз, потому что понятно, что не было радикального лечения, люди задыхались, люди умирали на ходу, и они думали, что вот он будет тот счастливчиком, которым выживет. С того времени, понятно, очень многое изменилось. Сегодня сердечно-сосудистая хирургия излечивает все болезни сердца, если иметь в виду, как конечную ситуацию, скажем, тяжелевшую сердечную недостаточность, когда мы делаем пересадку сердца. Если говорить, я думаю, что людей это интересует то, что сегодня происходит, за последние годы, часто задают такой вопрос. А вот помолодела ли, там, скажем, такая-то болезнь, да? Вот везде слышишь, там, а я на это отвечаю, что невероятный прогресс имел место быть за последние самые годы с диагностикой. Эта диагностика касается применения, конечно, в первую очередь, ультразвука в форме эхокардиографии. Потом компьютерная томография, которую сегодня все знают, магнитно-резонансная томография. Но внутри этого есть еще такое понятие, как 3D и 4D вот этих методов. Что это значит? Вот самый простой пример. Для того, чтобы мне рассмотреть клапан, когда я оперирую уже на остановленном сердце, мне ассистент, а иногда два ассистента, должны определенным образом открыть эту область. Когда я иду на операцию, я смотрю эхокардиографическое исследование в режиме 3D и 4D, и я вижу во всех деталях, потому что я могу изображение и вокруг сделать, и снизу вверх, и так далее. И сегодня эти методы стали доступными. По большому счету, если человек заботится о себе или о своих близких, сколько бы ни говорилось, сколько бы в адрес врачей ни говорилось там всякого и так далее, я могу сказать, что сегодня ситуация с диагностикой кардинально изменилась в позитивную сторону. И сегодня можно любой диагноз поставить на всей территории Российской Федерации. Но самый яркий пример – это, скажем, пренатальная диагностика, которые еще не родились. Мы сегодня на 22-й неделе беременности ставим точный диагноз, если есть врожденный порок сердца. Точный диагноз сложнейших врожденных пороков сердца, синдром гипплазия левого сердца, транспозиция крупных сосудов, все, что, скажем, какое-то количество лет назад вообще не диагностировалось и не умели лечить и так далее и тому подобное. Поэтому вот это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – подготовка кадров. Ничего не может заменить процесс подготовки кадров. Они должны готовиться по какому-то стандарту, шаблону. Вот в мое время таким стандартом был эксперимент. Значит, тогда, ну, так было в то время, во всем мире так было. Основным, что называется, пособием были вот собачки. Вот. И мы осваивали подключение аппарата искусственного кровообращения, как делать сосудистый узел, сосудистый шов там и так далее. Вот. Это время ушло. Человечество не хочет, чтобы это было с животными. Поэтому нашли другой вариант, очень хороший альтернативный вариант – это симуляционное пособие. Пришло оно из авиации. Было достоверно доказано, что пилоты, которые хорошо освоили симуляционное пособие, они летают лучше, чем те, кто просто прошел нормальную практику. Вот. То же самое наблюдается у нас сегодня. У нас в центре есть большой симуляционный центр, очень современный. Там те, кто, так скажем, должны это проходить, они могут обучиться, как подключить аппарат искусственного кровообращения, где надо открыть ту часть сердца, где нужно произвести реконструкцию и так далее, как закончить искусственное кровообращение. Поэтому я бы две вещи выделил в той части, которые касаются сегодняшнего дня. Это высочайший уровень диагностики и симуляционные пособия, которые стали просто неотъемлемой частью обучения врача. Таким образом, я бы выделил два ключевых элемента, которые играют сегодня очень большую роль в дальнейшем развитии клинической медицины. Это диагностику высочайшего уровня и симуляционное обеспечение, которое все больше и активнее внедряется в клиническую практику. Кардиохирургия. Вот ее объект, человеку непосвященному, скажем, лет 30 назад представлялся исключительно сердцем. Что сегодня объект? Наверное, расширилось как-то это понятие? Или это отдельно есть сама по себе область сосудистой хирургии? Вот что она объединяет? Есть понятие сердечно-сосудистой хирургии и есть конкретное понятие кардиохирургия. Кардиохирургия действительно касается только сердца. И это настолько большой раздел, что его никто и не собирается ограничивать. Потому что... Но здесь ничего не поменялось, сердце оно и есть. Да. Здесь, казалось бы, вот, скажем, там есть такая болячка, которая называется фибрилляцией предсердия. В народе это называется мерцательной аритмией. В сердце тромб, он, если он отрывается, не дай бог, там крайне редко это бывает, он может попасть в головной мозг со всеми вытекающими отсюда последствиями. Есть такая простая вещь, скажем, дефект межпредсердной перегородки. И человек может этого не знать. Есть был даже такой очень знаменитый футболист, который даже за сборную Советского Союза выступал. Он потом узнал, что у него, значит, вот есть дефект межпредсердной перегородки. Это то, что не закрылось в результате, после того, как он родился. Так вот, наличие такого дефекта, у лиц, у которых есть, скажем, варикозное расширение вен, а там могут быть тромбы, то это тот самый случай, когда из венозной системы через это отверстие тромб может попасть в любую часть человеческого организма, в том числе и в головной мозг, поскольку человек, как правило, занимает стоячее положение или сидячее положение. Вот. Поэтому кардиохирургия – это такой раздел, который имеет большой очень диапазон, так скажем, влияния на человеческую жизнь, не только потому, что это вечный двигатель, да, и основной элемент кровообращения. Не будет кровообращения, не будет жизни. А для того, чтобы было кровообращение, должно быть сердце, которое в данном случае функционирует как насос. Когда только зарождалась кардиохирургия, вот уже современная, я знаю, что тесно сотрудничали, например, с физиками, которые разрабатывали эти вот системы для обеспечения во время операции всех этих остановок сердца, ну вот, насосов искусственного, подачи крови. Сейчас сколько можно назвать специальностей участвующих, например, в одной операции кардиохирургической? – Традиционно считается, что основоположником искусственного кровообращения является Сергей Сергеевич Брюханенко, который создал вот такой аппарат, который в 1937-38 годах был использован на собачках, причем очень оригинальным образом, они создавали порог метрального клапана закрытым способом, а потом открывали грудную клетку, подключали этот аппарат и устраняли этот дефект. Но Сергей Сергеевич со своими последователями намного опередили время, потому что фактически первая операция, о которой я упоминал, она состоялась только в 1953 году в Соединенных Штатах Америки, и этим процессом, она состоялась, наверное, потому, что этим процессом непосредственно занимался хирург. Сергей Сергеевич как раз он был инженером, который сделал этот аппарат. Кстати говоря, в музее нашего центра есть оригинал этого аппарата. Конечно, мы, так скажем, потребители в таком, может быть, непонятном смысле слова. Мы пользователи, наверное, правильнее будет сказать. Но ни одна работа не может начаться без запроса. А запросом всему этого было еще такие есть какие-то факты, которые мы находим по мере того, как время идет, где-то возникают и так далее. Например, скажем, еще в начале XX века в Англии врач предложил лечить. Тогда ревматизм повсеместно распространен, и очень часто встречался стеноз метрального клапана. И врач предложил, терапевт, значит, предложил лечить это хирургическим путем. И ни у кого, никому в голову не приходилось, как это можно сделать, потому что, ну, не представляли. Так вот, в 1922 году, тоже в Англии, была сделана первая метральная комиссура томия. И прошло очень много лет, прежде чем она пришла в клиническую практику. Ну, в частности, в нашей стране, в Советском Союзе, первую такую операцию в 1952 году сделал как раз Александр Николаевич Бакулев. И если вы почитаете, скажем, съезд сердечно-сосудистых хирургов 1956 года, то вы очень удивитесь, что вот эта проблема еще в 1956 году обсуждалась, как эту операцию делать и так далее. На самом деле, по большому счету, это, конечно, была варварская операция. Она в чем состояла? Вот такое устройство с тремя этими самыми ножками, оно вводилось в этот метральный клапан, так, и вслепую фактически разрывался клапан. По идее, изобретатели, он должен был разрываться там, где наиболее слабое место. Наиболее слабое место оказывается на створках, естественно, потому что комиссуры, они очень плотные. Но люди выживали и долго, кстати говоря, жили после этого и доживали уже до того времени, когда мы потом делали протезирование клапана искусственного. Потому что даже наличие небольшой недостаточности клапана, которое возникало, оно не имело такого большого значения на фоне того, к чему приспособился этот насос. Жили они, конечно, относительно недолго, там 10-15 лет, но во всяком случае это была спасительная операция. Вообще подсказки в нашей специальности, они удивительными бывают. Ну, таким вот годом рождения современной кардиохирургии считается 1944 год, когда была сделана первая операция ребёнку, палеотивная, синий ребёнок с тетрадой фало, и ему делается анастомоз между аортой и лёгочной артерией. Значит, это элементарно понять, вот из сердца выходят два сосуда. Аорта, которая создаёт артериальное давление, и лёгочная артерия, которая несёт венозную кровь, чтобы туда попал кислород, вернулась, и потом эта кровь выходит в аорту. Так вот, при некоторых врождённых пороках сердца очень узкая лёгочная артерия. И поэтому это называется недокровоток по малому кругу кровообращения. То есть, чтобы много кислорода получил человек, надо, чтобы вся кровь прошла вот эту оксигенацию. А здесь она не приходит, потому что узенькая магистральность. И терапевт сказала хирургу, надо устранить недокровоток. И для этого надо соединить аорту с лёгочной артерией. Но если их просто бок в бок, то будет заливать лёгкие, и вообще человек умрёт от отёка лёгкую. Для этого нужно тонюсенький сосудик, который будет просто наполнять эти самые. Идея состоялась. Её фамилия была Елена Таусик. Она была очень красивой женщиной. Она приезжала в Советский Союз. Здесь у нас её фотографии, которые оставил нам мой учитель Владимир Владимирович Бураковский. А сделал эту операцию блелок. И с этого момента она сработала. И стало очевидным, что ребёнок ожил, ребёнок порозовел, смог заниматься физкультурой. Спортом он, конечно, не мог заниматься физкультурой. А после этого начались уже радикальные операции, которые привели к тому, что мы сегодня имеем. Ну и, конечно, визуализация очень важна. Я с этого начал. Визуализация. Я имею в виду, вы сказали, вслепую устройство вводили. Если бы тогда была визуализация, то это всё можно было бы делать не вслепую. Но знаний всё равно не было. Тут всё время надо понимать, что впереди всё равно не проскочишь. Можно догадкой, скажем, высказать то-сё. Ну, вы знаете, вот, например, Леонардо да Винчи нарисовал. Он абсолютно точно сделал атлас коронарных артерий. Невероятно. Причём вот эти картины хранятся только в Лондоне, их нет в музее. Они в определённом месте там хранятся, потому что это действительно такая реликвия. Но эти знания, понимаете, пять веков никак не использовались, или четыре века. Потому что они были невостребованы, потому что не было знаний для того, чтобы прийти к значимости вот этих рисунков. Поэтому, наверное, история, хоть и говорят, что она вот так вот идёт. По кругу, да. Но всё-таки, да, всё-таки по спирали. Всё-таки идёт наверх, конечно. Я думаю, что запрос, скажем, информатикам тоже идёт от медицины для того, чтобы создавать все эти программы. Но и визуализации они совершенствуются, насколько я понимаю. Да. Значит, Николай Иванович Пирогов сделал книгу, называется «Ледяная анатомия». Эта ледяная анатомия состояла в том, что ему интересовало взаимоотношение органов на протяжении, условно говоря, трёх-пяти сантиметров на протяжении всего тела. Для этого, тогда это было можно, значит, ну, в принципе, это, наверное, и теперь где-то было бы возможным. Он, значит, вот разрезал трупы. Почему это называется? Поперечные трупы. В 1776 году я приехал по обмену в одну из самых, я думаю, номер один клиник Америки. Тогда это было очень хорошее сотрудничество. Клиника имени братьев МИО. И, значит, это место, маленький городок, Рочестер, Миннесота, оно известно тем, что там находится клиника имени братьев МИО. И рядом, за забором, находится огромная компьютерная структура IBM. И, значит, IBM совместно с какой-то ещё другой структурой, они сделали первый компьютерный томограф. Два их было этих. Один остался в Англии, а второй поставили в клинике братьев МИО. И так получилось, что даже для них, кто там работал, это была новинка, и они ходили и потом всем показывали, естественно. А тут приехал советский гость там и так далее. В общем, когда они мне показали эти картинки, я говорю, послушайте, это же анатомия Николая Ивановича Пирогова. Они, конечно, о Пирогове ничего не слышали. Американцы же народу очень своеобразны в этом отношении. Они очень любят, чтобы это вот их было первое. Но, может быть, даже не поэтому, а просто потому, что они действительно не слышали о Николая Ивановича. А сегодня, ежели бы у нас был, скажем, доступный аппарат, который можно было бы поставить в поликлиниках, везде-везде, то мы могли бы сегодня посмотреть состояние здоровья всех со 46 миллионов человек. Потому что это тот самый случай, когда за 30 минут вы получаете полную картину, полную картину анатомического состояния органов. Что это значит? Вы не видите функцию, ну, хотя функцию тоже можно видеть в режиме 3D. Но вы, скажем, в обычном приборе, вы не видите функцию, но вы видите, что орган увеличен. И тогда вы прицельно начинаете этот орган исследовать. В принципе, сейчас такие усилия прилагаются, чтобы такой прибор появился. Я в какой-то степени вначале тоже принимал в нем участие. Небольшой прибор, скоростной, который будет позволять смотреть, кстати говоря, в режиме 3D все это. Давайте ко дню сегодняшнему, относительно сегодняшнему. Когда я в начале 2000-х вот в этом кабинете брала у вас интервью, вы рассказывали о тогда только развивающемся направлении, а именно применении стволовых клеток при операциях на сердце. Как развивается это направление? Что сейчас? Я знаю, что в 2003-м, по-моему, центр получил правительственную премию в области науки и техники за эти разработки. Ну, не совсем за эти, конечно. Не совсем за эти, да. Мы получили за трансмикордиальную лазерную ревоскальюризацию, которая, кстати говоря, сегодня имеет... Ну, я так коротко... Ну, я позадаю, что сейчас уже вместе с лазером и стволовые клетки одновременно усиливают. Подробнее, пожалуйста, об этом. Это очень интересно. Значит, давно было известно, что у млекопитающих, у некоторых, нету коронарных артерий. У них кровь прямо из левого желудочка поступает в коронарные... Вот в эти коронарные сосуды, которые начинаются не от аорты, а прямо из полости левого желудочка, что казалось бы естественным. Вот. И в жизни есть такие случаи, они приведены, когда у ребёнка, допустим, там синдром гиплазии левого сердца или с каким-то очень сложным врождённым пороком сердца имеется такая же ситуация. И на этом основании Мир Хосейни, который родился на территории Советского Союза, в Грузии в своё время, а потом он уехал в Иран, он предложил вот этот метод трансмикордиальной лазерной ревоскальюризации. О чём шла речь? Чтобы сделать канальцы, которые начинаются из левого желудочка и таким образом обеспечивать коронарный кровоток в тех случаях, когда невозможно сделать аортокоронарное шунтирование или стентирование по причине того, что сосуды просто забиты. Мы знаем, что есть такие заключенные случаи. И он сам приехал сюда, это было ещё когда мы были на Ленинском проспекте, перед переездом сюда, и сказал, что вот надо вот этот метод, я послушал, ну, а мы занимались много больными, которые были бесперспективными, которым нельзя было сделать ни о киша, ни... Ещё, кстати говоря, стентирования не было в широком масштабе. И тогда нам физики наши, отечественные, сделали этот прибор. Мы провели большую очень серию таких исследований. Кстати говоря, они оказались востребованными. Нас по сей день приглашают, чтобы мы рассказали об этом опыте, потому что эти больные никуда не делись. Они, в смысле, такие больные по сей день встречаются. Вот. Но в последствии мы поняли, что вообще этот метод, поскольку это не прямой метод ревоскулиризации миокарда, то мы могли бы применять стволовые клетки. И откуда у нас это пришла идея? Когда начался вот этот бум стволовых клеток, мы жили спокойно, ни никакого... Ну, это, конечно, 90-е где-то. Не имея никакого, скажем, особого желания, интереса. И к нам пожаловали американские специалисты, которые предложили нам, зная, что у нас огромный объём операций, в том числе и у таких больных тяжёлых, сочетать у больных, которым нельзя сделать полную ревоскулиризацию, можно, скажем, два сосуда пришить, а третий там и четвёртый невозможно пришить. по анатомическим признакам. И они нам предложили вот эти стволовые клетки, которые мы начали делать. Которые будут превращаться в сосуды, как я понимаю. Которые должны способствовать развитию новых сосудов. Вот. Ну, сделали мы эти операции с хорошими результатами. А клетки пациента берутся? Или какой материал? Сейчас. Они нам привезли специально невероятно очищенные клетки. Линии, да? Да. Невероятно очищенные клетки. Мы эти клетки ввели. Вот так получилось, что из десяти больных один больной там года через полтора умер. И когда мы посмотрели сердце, то оказалось, что там, куда мы вводили эти клетки, совершенно чистые, там просто рубец. И тогда стало нам понятно, что клетка, лишенная иннервации и кровоснабжения, она не может быть участником регенеративного процесса. Но к этому выводу пришли и другие, кто этим вопросом занимался. Поэтому мы пришли к аутологичным стволовым клеткам. А дальше нам стали говорить. Послушайте, а как вы можете доказать, что эти клетки, именно клетки, а не орто-коронарное шунтирование, сделало вот такую вот картину благоприятную? И тогда вот конкретно ваш покорный слуга, который занимается много врожденными пороками, я понял, что нужно иметь модель, которую уже отвергнуть нельзя будет. Есть такая болезнь, называется аномалия Эпштейна. Это врожденный порок сердца. Когда три камеры нормальные, левое предсердие, левое желудочек и правое предсердие, а правый желудочек, он огромный, потому что трехстворочный клапан резко смещен в полость желудочка, ну и в общем он фактически открытая полость. И там мышечной массы, особенно в боковой и передней стенке этого желудочка, нет. И я понял, что вот ежели туда вводить, и от этого будут результаты, то тогда стволовая клетка работает. Вот. И сейчас уже прошло много лет, и мы документально доказали, что аутологичные стволовые клетки способствуют регенерации миокарда вот там, где его раньше не было. Но еще раз хочу подчеркнуть, чтобы не увлекались и правильно понимали мои слова. Значит, нужно, чтобы пациент, которому будут вводиться стволовые клетки, имел аргументацию, что он в ней нуждается. Потому что всегда будет упрек, что не по показаниям сделано. Если что-то случится, то, разумеется, сегодня же нет клинических рекомендаций. Я говорю, да, это же делается каждый раз по какому-то ограниченному протоколу, да? Ученый совет одобряет, да? Да, ученый совет, этический комитет, согласие пациентов. В каждом случае фактически отдельно должен быть отдельно. Ну, во-первых, в каждом случае, когда человек идет на операцию, он дает согласие, он письменное. Ну, это понятно, да. Вот. И во-вторых, если это ребенок, то это родители. И во-вторых, конечно, там мы, соответственно, уточняем, прописываем. То есть это в виде рекомендаций в Минздраве нигде это никак... Дело не в Минздраве, дело в мировой практике. Мировой практике, да. Нигде в мировой практике это не прописано. То есть это каждый раз как бы кейс-байкейс. Ну, потому что не так много таких больных. Вот. И я думаю, что поэтому. А потом, вы знаете, прописать практики, рекомендации, так вот скажем, в мировом масштабе, это все-таки очень опасно. Потому что так много желающих, понимаете, использовать вот этот вот элемент наживой, что, мне кажется, это очень опасно. Тут надо быть ущества разными. Можно ли определить вектор системных сдвигов в том или ином направлении, научном, конкретно в вашем? Делись бы вы сейчас, скажем, дать прогноз на ближайшие там 10-20 лет? Или это непредсказуемо? Предсказуемо. Предсказуемо, да? Почему непредсказуемо? Конечно, предсказуемо. Ну, я бы начал с того, что самой распространенной болезнью в мире является сердечная недостаточность. Вот, так скажем, терминальная сердечная недостаточность, в конце концов, все от нее умирают, в том числе и онкобольные, как правило, и так далее. Вот. Она может лечиться пересадкой сердца. Единственный метод, который позволяет заменить насосную функцию сердца. Еще раз повторюсь, что без насосной функции сердца организм жить не может, он умирает. Вот. Во-первых, нет донорских сердец, даже в Соединенных Штатах Америки, где все это налажено, ну, сделано невероятно скрупулезно. Значит, центр распределения находится в Питтсбурге, в середине страны. Бесплатная авиация, что вообще не характерно для этой страны. Все это отлажено для того, чтобы вот спасти человека. Они делают в год 2-2,5 тысячи трансплантаций вообще всего, да? В той же, так скажем, ФРГ там делается 250 или 300 операций. Вот такая ситуация. Поэтому взоры устремлены в сторону механического сердца. Сегодня есть несколько моделей механического сердца. Сегодня есть даже заменитель полного сердца. Но оно тоже предполагает последующую трансплантацию сердца. Просто, с одной стороны, человек может долго жить, ждать, когда будет это сердце. С другой стороны, важно это потому, что организм приспосабливается к нормальной жизни. И когда вы ему пересаживаете донорское сердце, то оно не работает против какого-то вот метаболитов, которые накопились и так далее. Оно уже в нормальной ситуации и так далее. Но мысль всех, я абсолютно убежден, что эта тема решится, состоит в том, чтобы взять кровь из левого предсердия и в обход левого желудочка пустить его в аорту. Операция простая. Создан такой насос. Он размером батарейки 3А. Операция простая. Из бокового доступа делается, из небольшого доступа делается внедрение. Оказалось, что режим теплообмена не удалось подстроить. И я думаю, что это непростая задача оказалась. Именно даже потому, что как раз очень маленький объем этот, она перекачивает это устройство, перекачивает 2,5 литра крови в минуту. При 4,5-5 у человека. Но этого достаточно, чтобы опорожнить левый желудочек. Он вместо 4-5 литров будет прокачивать 2,5-2 литра крови. Поэтому он, так скажем, будет эффективно работать и будет даже восстанавливаться на этом фоне. Сегодня мы все... Есть много вариантов. Искусственного левого желудочка, искусственного сердца, у нас... А к сено-трансплантации? Как вы к ней относитесь? Значит, поэтому я думаю, что будущее за этим. И думаю, что это недалекое будущее, потому что слишком большие умы заняты. Очень заинтересованы в этом люди, которые хотят вложиться в какие-то большие планы. Что касается к сено-трансплантации, то с этого начиналась трансплантация сердца. В 1964 году доктор Харди пересадил человеку в сердце обезьяны. Вот. И оно проработало чуть больше суток. Оно... Вот есть какие-то такие простые вещи, которые нам кажутся малозначны. На самом деле они оказались ключевыми. Значит, мы тщательно подбираем рецепиента, которому будет пересажено сердце, подвес больного, у которого будет забрано, ну, так скажем, человек, который умер, мозг, который умер, чтобы они были близкими по размеру. И большое значение. Вот часто там улыбаются, вот вроде, почему нельзя там сердце женщины пересадить мужчин? Да потому что, как правило, это разный вес. И стало быть, это сердце, оно не может прокачивать этот объем, все эти сосуды, которые привыкли к там определенному. Вообще ведь человеческий организм живет по градиенту. Градиент давления. Вот в сердце оно 120, в аорте оно 120, а потом оно спускается там до 15 миллиметров штутного столба на периферии. И точно так же оно в обратном направлении возвращается в сердце, вот эта венозная кровь попадает в легкие и так далее. Поэтому маленькое сердце, оно не может решить эту проблему. А очень большое сердце, оно не умещается у грудной клетки. И это, казалось бы, такая простая истина, а приходится ее соблюдать. Да, то есть тут... А механический можно будет делать индивидуально? По идее, да? Ну зачем? А, ну, собственно, оно маленькое, да, понятно. Спасибо большое, Леон Антонович. Спасибо вам. Я думаю, что в общих чертах мы определили смену парадигм, будем наблюдать вашей специальности, будем наблюдать за дальнейшим развитием и за вашими успехами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 Спасибо.